Друзья мои, привет! Всем огромный большой привет из Одессы! Солнечный! Чем занимаетесь? Как ваши дела? Посмотрите, какая красота! Да? Обожаю приходить в этот зимний сад в летнем исполнении! Девочки, вот открылась она все-все свои цветочки, это няшка. Такая классная! Я ее называю орхидеей из храма. Ну вот подружка позвонила, однокурсница, и говорит, я вижу в фейсбуке там у тебя орхидеи, ты в них что-то понимаешь. Ну, про мой канал YouTube она не знает. В принципе, большинство моих знакомых не знает про мой такой вот этот выход в люди цветочный. Ну, в общем, я говорю, да ну что я там знаю, это в принципе я не считаю, что я что-то знаю. Ну, в общем, пришлось забрать две орхидеи, вторая там совсем-совсем малыча, с нуля растит. А эта такая вот красивенькая. Ну, она, девочки, очень мелкая. Я не знаю, какая-то сакура. Ну, смотрите, дендробиум тут с ней на пару, да, вот они классно смотрятся. Это Нобили, девочки! Кто хочет изучить дендробиумы, боже мой, Нобили, спрашивали меня в комментариях, зимой что с ними делать. В общем, здесь у меня в прошлую зиму он зимовал, и в позапрошлую тоже. Но когда вот совсем, у меня, ну, балкон не утеплен, мне муж говорит, что там что-то подставлено, но, девочки, я же вижу, что промерзает. Тут даже бывает, если воду разольешь, и мороз сильный, то промерзает, что можно кататься. И, в общем, он зимует здесь. Но если я знаю, что будет прям вот сильный мороз, я на всякий случай его могу на ночь занести. Естественно, он в зимовку, он, как вам сказать, не поливается так часто. Не потому, что я его специально прям сушу, нет. Ну, просто он же же не просыхает до путя. Вот сейчас вот он, летом мы видели, как он классно цвел. Вот здесь еще доцветает, и здесь цветет. Классно цвел, и вот растит новая бульба. Вот одну вот такую уже за месяц выгнал, видите? И вот такая малышарик идет. Кума моя говорит, обрезай вот эти туберы. Ну, она как бы обрезает. Она не хочет, чтобы было много палок. Я не обрезаю, потому что я понимаю, что это дополнительное питание в этих палках. Ну, что он их зря растит? Пахнет утром. Я когда сюда захожу, у меня здесь такие ароматы, ребят. Потому что вот, слава тебе, Господи, нормально себя более-менее чувствует мой товарищ. И там где-то он, девочки. Где-то я видела, что он там типа собрался корешок растить. Видите эту припухлость, точечку? Вот скоро выйдет корешок. Да вот мы так с вами его намазали. Листик вот так уже подрастил. Неплохо-неплохо. Ой, что-то я тебя так сильно... Так тебя люблю, что я тебя так сильно увеличила, сейчас, девчонки. Так тебя люблю, что так прямо тебя на весь экран. В общем, красавчик. Пересадила две орхидеи, две пилоричные орхидеи. Какая-то из них бабулетка, какая-то бабочка. Девочки, 58,91 Fuller Sunset. Вот так прямо вот нашла горшочки транспортировочные 12-е и посадила. Ну, так ничего, вроде корешки. Корешки растут. А этот кто? А это кто? А где твоя? Ой, тоже, кстати... Так, подождите, сейчас я подлезу. Тоже, кстати, вот корень пошел. Где твой паспорт с другой стороны? Сори, сори. Это 5053. Девочки, я не помню. Это Сандарива. Кто-то из них... Желтая бамбулеточка такая. А кто-то это вот... А кто-то просто бабочка. Но они обе желтенькие. Так, мои последние... Мои последние метушки. Вот так вот я в стакане расположила, сняла стаканчик и вот так вот в стакан их прям поместила. Но пока еще рано говорить о каком-то росте и развитии. Они еще только-только приехали недавно. Так, и вот эти две. Сангвенелла. Сангвенелла. Это мету. Мету как? Санквин. Сангвенелла у Алюры. Тоже вот так в стаканчик поместила. Нормально. А это дракон от мету. Голубой дракон. 277 номер у него. Кто в метушках робит, это 277 номер. У него, смотрите, какая листва. Вот такая вот, девочки. Еле-еле. Такая, знаете... Не напоминает... Когда-то у меня были в аквариуме такие водоросли. Морская капуста такая. Вот такой зеленый цвет. Ну, так пока, конечно же, молчат. Еще корни не растят. Так, слушайте. Сегодня дендробиум свой... Вообще, я вот эти вот компашку экзотических товарищей брызгаю периодически. Вот уже пересохли. Ну, там внизу вот у нее вода стоит. Это... Халка... Как? Халкастелис санлайт. Что там, не знаю. Вот чуть-чуть вот листик подрос. Видите, чуть-чуть. Корней не вижу. Вот тут какая-то белая пимпочка. Не могу понять. Типа, как собрался, прорвал виламен кончик корня. Не знаю. Но пока тишина. Насчет корней пока тишина. Так, здесь тоже брызгала сегодня. Это минятум. Минятум немножко я вам показывала. Уже подрастил листик. Вон черточка сдвинулась с места у дитя. И у дитя сдвинулась с места черточка. Ну, корней пока новых я не вижу. Вот так тоже сидит в двойном горшке. Просто поверх субстрата через день. В жару через день я обрызгиваю. В общем, корешки влажненькие. Сегодня, кстати, я зарядила в пульверизатор одну капельку. Здесь 900 миллилитров HB101. Ну, а что, пускай немножко побалуются. Так, это вот эта же красота. Красота неописуемая. Это девочки... Говорила-говорила и забыла. Так, где бирочка, паспорт? Ну, я помню, вот в уме держу. Господи, Аня. Не афинетьте, господи. А мне Нобили, Нобили в голове. Ну, вот так кустики держатся. Я вот сюда поставила вместе с блоком. И я вам хочу сказать, у него, у этого красавца, такой вот, мне кажется, есть рост листьев верхних. Есть. Вот видно, что они свеженькие растут. Они у меня почти месяц дома уже. Вот там мох какой-то привязан. Вот я брызгаю раз в пару дней. И вот он сейчас мокрый. И я вижу, что там кое-где начался, стартанул рост корней. Видите, вон кончик, вон кончик активный. Я так подглядываю за ними периодически. Мне само интересно. И вот даже с этой стороны где-то я видела. Ага, вот он. Видите, вот он. Вон корень. Тоже новенький растет. Ну, в общем, внутри горшка всегда тоже влажно. Может, так и не надо, я не знаю. Но там вот эта корневая, которая старая, метровая. Там, сейчас, стеночки. Я посниму эту. Она частично пропавшая. Хотя обрезала по приезду. Частично не пропавшая. Но в целом сохраняется тенденция к тому, что она будет заменяться, я думаю. Я думаю, что произойдет замена. Видите, вот новый листик. В общем, куда ему деваться? Приходится расти. Вот я вижу, малыши растут. Короче говоря, этот вид орхидеи, мне кажется, не шибко вредный. И там, за счет того, что у меня здесь мох, а внизу водичка там в керамзите, общая картина такая, что получается всегда влажненько. Может, конечно, так нельзя. Но я посмотрю, какие корни вырастут именно в моих условиях. Какой толщины. Я почему-то думаю, я даже уверена, что в моих сухих условиях виламен будет наращиваться более активнее, более, ну, более слой будет потолще. Потому что она понимает, что куда она попала, что здесь надо наращивать, конечно, побольше виламена и запасать водичку побольше. Так, ну вот это, конечно, я не знаю, не знаю. Хочу, чтобы она тоже проснулась. Но, судя по всему, вроде как листик по инерции подрос, но она как-то так следит. Я там у нее пару корней, девчонки, даже убрала пропавших. Те корни, которые они хоть и не касались там воды и керамзита, но попропадали корни. Ну, не знаю. Посмотрим, посмотрим. Вижу, что эту орхидею, в принципе, все садят в горшочек, в крупную кору. Так, а это ж моя красота. Мой дендробиум. По приезду он ровно три листика на бульбах нижних пожелтел и типа решил скинуть. Он их скинул. Ну, я такая же напряглась, думаю, так, что такое? Ну, ничего. Я его, девочки, не достала из его посадки. Вот этот кокос у него так и есть. Вот у нас такие корешки. Я вам скажу, я их мониторю периодически. Нашла новую бульбу. Вон, видите, проклюнулась новая бульба. Раз, где-то была еще одна. Вот эта вот была, по-моему, только была проклюнутая. И там, кое-где, я видела, что уже кончики корней. Вот, видите, пожевали кончики корней. Нормально. В общем, такой хибики. А я что сказала, Нобеля? Хибики. Такой вот хибики. Он такой компактный, интересный, пушистый. И очень долго держит цветение. Да, вот бульбочка новенькая. Новенькая бульбочка. Такая симпатичная. Носик показал. А вот даже вот две их. Видите, одна, вторая, и слева, и справа. Ну, соответственно, я вот сегодня прям сделала такую ему мисочку. Взяла на кухню у себя там. Нашла. Чтоб у него там внизу была водичка. Я просто пробрызгиваю сверху. И она стекает, чтоб внизу она была, и чтоб он корешки тянул к водичке. Такой прикольный. Больше не желтит листья. Но это нормально для дендров, как бы, частично сбрасывать листья. Есть дендры, которые вообще полностью сбрасывают листочки. И стоят голые бульбы. Но мне нравится. У него очень корневая такая тоненькая. В общем, я не могу про него ничего плохого сказать. Он, в принципе, неплохо себя, мне кажется, чувствует. Ой, у меня же спецооза открыла. Еще один цветочек интересный. Посмотрите, как в этой. Вот этот, это спецооза пурпул маунтинг. Вот у этой, вот каждый бутон шедевр. Предыдущий я вам рассказывала. Вот так односторонне было два этих белых лепестка. Сейчас вот так, две петалии, да, две петалии белоснежные. Этот открылся, у него только вот так два краешка. Вот он только сегодня открылся. Два краешка. Напитали и сипали беленькие. Такое смешно. Привет! Что будет этот бутон приготовить? Я не знаю, потому что окрас зависит от температуры. То есть сейчас жарко, ну не знаю. Но я ее обожаю. Обожаю. Вот такой интересный орхидейный шедевр. Прям вообще спецооза. Так, тетраспис выше стоит. Вот вчера уже два бутончика отсушил. Это смокет. Ой, вижу там девочки с удовольствием покупали на распродаже. Там буквально один кустик. Или там парочку кустиков было. Прям желающих выстроилось. Ну, конечно, такую коричневую красоту. Кто не захочет. Но отличается от всех. Ну, по жаре очень быстро отцветает. Я смотрю, вчера он уже свои цветочки скукоживает. Ну, уже так побабчил. Я думаю, эх, ну ничего. Полюбовались и хватит. Но дело в том, что это не конец истории. Он, как и спецооза, будет постепенно. Он может там недельку-две постоять и опять начать доращивать. Поэтому я вообще не переживаю. Там девочки порадовалась своему. О, фармари дендробиум тоже. Знаете, почему сегодня порадовалась? Он же ж у меня цвел красиво. Сейчас поставлю. Красиво цвел. После цветения он отдыхает. Кто говорит месяц, кто говорит два. И потом должен растить новые бульбы. А я смотрю, он процвел. Причем второй, вот цветонос я вам все время показываю. Он засушил. Он одним красиво процвел. Не, он двумя красиво процвел. А третий выдал и все. И засушил. Я думаю, потому что стала жаркая погода. Видно, он пыль не цветет в жару. Я не знаю, с чем это связано. И все, и замер. И замер, и ничего не растит. Я думаю, блин. И начало желтеть. Вот листья у него, в принципе, видите. Есть у девочек прям стоят с листьями. А у меня что-то вот тут жарко. Низкая влажность. Я не хожу, его не брызгаю. Боюсь, что загниют. Бульбы, мало ли что. И он вот не держит на себе листву. Он в моих условиях. У кого-то красивый. У меня вот такие обгрызенные. Ну вот на днях смотрю, думаю, что там за пимпочка зеленая. Прям так порадовалась. Наконец-то рост пошел. Но вот в прошлом году росты шли со всех направлений. Потому что здесь несколько направлений роста. Вот здесь мог бы дать ростик новый, бурбочку. Вот здесь бы мог дать. Но он и хочет. Да, вот только вот с этой стороны. Не знаю. Посмотрим, какая она еще выйдет. Какая она вырастет. Я ему вот так по краю, по кругу насыпала осмокота. И когда поливаю, осмокот ему там удобрения предоставляю. Думаю, может ему нечего кушать. Ну, бульбы у него вот такие, видите. Я не знаю, какой он должен быть. Напишите в комментариях, у кого есть фармери. У меня пинг розовый. Это считается худой он или не худой. В общем, посмотрите на мои бульбы. Знатоки. Что скажете? Надо лучше кормить. Не знаю. Но он молоденький. В общем, порадовал меня новой бульбочкой. Так, и принесла я вам показать вот эту красоту. Так, фармери отодвинем. Вот эту мою красоту принесла показать вам этого многодетного отца или мать. Посмотрите, что творится, девочки. Детвора тоже будет свисти. Ну, по одному, по два бутончика. Ну, это вообще супер. Я почему так искренне рада и так смеюсь? Потому что у меня как бы таких вещей каждый день не происходит. И вообще впервые. Это сорт орхидеи Phalaenopsis. Называется Pink Galaxy. Такая вот компактная орхидейка. Была мною куплена, я вам рассказывала уже не раз, на оценке. Я ходила на нее, облизывалась, облизывалась, показала ее в обзоре. И кто-то из вас, девочки, мне написал, Аня, это же такая орхидея, которая не часто встречается. Я такая думаю, а там было, по-моему, три горшочка или два горшочка. А я через пару недель поехала опять в этот садовый центр. И смотрю, стоит и уже уцененная. Уцененная, потому что здесь проблемка на шее была. Ее девочки уценили. И мне такое ощущение, что после моего намазывания Максимом, она как бы как будто как детку выдала тоже из середины. Потому что вот корни, видите, вот так вот. Девочки, видно вам, не видно? Ну, мне кажется, что это все-таки детка растет. Либо, ну, понять не могу. Но очень похоже, что это новая детка из середины. И на цветоносах, которые я обрезала, которыми она цвела, я покупала уже ее без цвета, она разбудила почки, вот видите, вот на одном цветоносе. Дала вот такой вот десант, видите, на другом цветоносе. И они очень быстро развиваются, эти детвора. Смотрите, какие уже длиннющие у нее корни. И вот выдала такие цветоносики. И вот это, которое в середине формируется. Ну, вот единственное, что у этой детки внизу нету. Она уже пошла, слушайте, она уже пошла в субстрат корнем. Вот эти. Ай-яй-яй. И как барана еще ее снимать. Потому что только два маленьких листика. Надо скорее быстрее снимать эту. Ну, я уже думаю, пускай расцветет. Потому что сейчас отдели, она может начнет вот это, ну, может погибнуть. Вот пускай цветет. Я обрежу цветоносик. И вот этого вот. Они прям похожи, знаете, на сменожков. Вот такие. Высажу такие кончики. А взяла полить. Я за ней смотрю. Потому что она быстрее остальных пересыхает. Она посажена в торф. Ну, она еще даже влажноватая. Но я сейчас немножко ее пролью. Ну, прикольная такая крокозябка. Думаю, сейчас вам покажу. Порадуемся вместе. Посмеемся. Ну, чего. Такие вот природные явления. Они очень радуют. Смотришь. Вот тут непонятно, что за сюрприз готовят из этой пучки. Бутончик или еще детку. Ничего непонятно. Но я так поняла, что вот эта красота. Она такая размером миди. Очень любит детковаться. Вот у меня уже трое. Три. Три детины. Короче, девочки, вот такая прелесть. Сейчас хочу просто его немножечко вот так вот полить. Чуть-чуть вот буквально. Дать ему, как и всем остальным, аж бить в эту погоду. Солнечную, жаркую. По корням. Ему много не надо. Чуть промочить. Так, чтобы было влажненько и хорошо. Вот такой вот малышок. Интересный. Будет замечательно. Так. Что еще вам интересного рассказать? Вот мой красавчик. Хочу вам показать, как развиваются корни. И на нем закончим. И как он развивает цветонос. О, это Лека Фантастик. Я его с вами вместе пересаживала на канале. Давайте мы его снимем. Посмотрим поближе. Лека Фантастик. Он фантастик. Он, смотрите, как почки разбудил. Гонит цветонос в эту жару. И хочу показать, как развивается корневая в закрытой системе у Лека Фантастик. Посмотрите, видите, корни идут с удовольствием. Там, девочки, видно вам или нет? Или приподнять? Корни идут вниз. Ой, тяжело, девчонки, тяжело. Надо такой, знаете, подиум, который крутится. Многих девчонок, вижу, есть. У нас сейчас еще света нет. Я до обеда готовила. С утра в бассейн с ребенком. Потом в готовках, пока свет не выключили. Вот, смотрите, как он кайфует здесь. Корни вот. Идут со всех сторон. Вниз уже дошли до низа. И он здесь их с верхнего яруса растит. Но, правда, вот некоторые не пускают в грунт. Какие-то я помогла ему завести. Какие-то он сам завел. Вот этот мимо. Не уследила. Вырастил один лист небольшой после покупки. Второй побольше вырастил. И вот собрался вот так цвести. Интересно, какой вот будет у него окрас в плане насыщенности в жару. Но будет интересно понаблюдать. Смотрите, у него цветонос какой-то такой. Имеет звериный принт. Видите? Я даже не обращала внимания. Такой раскрас. Интересно наблюдать за орхидеями, за их повадками. Значит, что он получает здесь у меня? Значит, он здесь у меня получает солнце с 15.00 до упора. Зимой, конечно, поедет на южную сторону. Будем искать для всех места. Потому что здесь зимой фаленопсисы не выдержат. Здесь зимовать будут только дендробиумы. В общем, посмотрю. Ну, потому что тут даже до 7-8 градусов опускается температура. Так, кто-то у меня еще цветет. Я вам не показала. Сейчас я поднимусь, девчонки. Так, Лека Фантастик. Всех спустила вниз. Так, ну здесь, значит, у меня бабочка-кимоно. Иди, красота. Доцветает мой крокус, как я его называю. Как-то разлом он называется, не знаю. Кимонушку покажу вам. Я вам уже показывала и сравнительный анализ. Но вы еще не видели, как раскрывается именно цветонос, который заложен и выращен у меня. Сейчас я перебазируюсь так, чтобы солнышко на нее падало, да? А тут, ну, даже будет больше моя тень падать. Ну, сейчас смотрите. Вот этот цветонос, который домашний. Вот он таких бабочек растит. Вот, вот эти покрупнее бабочки на ответвлениях магазинных от садовников. А это уже мой цветонос достижения. Ну, вот как-то, видите, в жару нету яркости окраса. Проглядывает потон вот этот светлый. Ну, девочки, стопроцентная бабочка. Никаких нареканий, никаких каприз. На домашнем только пять бутонов. Ну, а в целом картина масла. Хороший кустик. Там сейчас дуют бутончики. Классическая версия кимоно. Ну, что-то я так на нее поглядываю. Наверное, надо будет кому-то из желающих предложить классическую версию. Ну, не за дорого. Я ее покупала по уценке, по-моему. Так вот, надо будет ее. Кто захочет, пишите. С удовольствием отправлю классическую версию орхидеи кимоно. Ой, какая красота. Какая красота. В общем, вот так вот и живем. Растим детей. Собираемся цвести. Цветем. В меру своих сил. Вот видите, вот стоит вот там в углу. И вот все-таки, чем мне нравятся фаленопсисы, им надо освещение. Ну, вот даже, смотрите, вот только сейчас еще тенек. Где-то часам к пяти вечера там будет немножко солнышка. И, в принципе, стоит далеко от окна, далеко. И развил цветоносы. Цветет. Открыл бутоны. Я еще сомневалась. Думаю, наверное, ему надо больше света для того, чтобы он сформировал нормальное цветение и зацвел по полной. Ну, возможно, если бы было больше света, возможно, и зацвел бы лучше. Но, казалось бы, вот на таком удалении от источника освещения, ну, естественного, он очень даже неплохо справился. Понимаете? Вот за это я... Вот теперь тебя люблю я. Вот теперь тебя хвалю я. Так что вот так. И это тоже молодец. Но природникам надо, конечно, больше света. Хотя тоже они у меня от окна, ну, где-то в метре находятся. Девочки, так вот повесила вот эти штучки, я вам показывала. Вот в этой локации немного этих мушек. Вот там есть немножко, но немного. Не усеяно. Больше у сына в комнате на той стороне. Здесь тоже немало орхидей, но здесь очень жарко. И, видимо, мушки в такой жаре не хотят расти. Вон у меня цветоносы тянутся к окну. Это бабулетка Тамара. Скоро будем смотреть. И вот еще одна бабочка. Надеюсь, что бабочка. Это Джанет Брэндон. Она, видите, какую удочку. Вот ей не хватает здесь света, потому что тянет вот такую длиннющую удочку. Но уже вот есть три бутона. Посмотрим, Джанет ли это или не Джанет. Ну, всякое может быть. Так. На память парочка. Этот же пахучка. Это просто невероятно. Я никогда не думала, что пеник такой ароматный. Он так пахнет на всю лоджию. Так, девочки, ложится спать мой Катасетон. Я так поняла, что он ложится спать. Желтит листья. Вот этот пиелат у меня ложится. А вот этот какая-то Сьюзан Фич. Фуч. Не знаю. Ложится спать. Ну, ложишься, так ложишься. Так, и вот смотрите, лавруша слетет и тоже специфично пахнет. И у лавруши вышел лист. Лавруша молодец. В общем, такой вот он красавчик. Оно с тобой рядом. В общем, любое сочетание прекрасно. Так, здесь у меня исподобился на два цветочка азиатская, фаренопсис азиатская скрипка. Ну, кто что говорит? Кто говорит морозная вишня? Кто говорит азиатская скрипка? Ну, это он на дорощенных цветоносах. Вот там вот что-то сообразил. И Тамарка моя уже, любимка, тоже уже доцветает. Ой. У Тамарочки тоже там второй листик растет. Вот им вообще тут мало света. Тамара здесь с корешком. Ну, ничего, нормально. Растут, растут. Конечно, на зиму надо будет их под подсветку куда-то убирать. Здесь мой красавчик растет. Хоечный эллиптика. И, кстати, эллиптика, насмотревшись на орхидеи, тоже, девочки, сейчас подождите, я поставлю. Так. Эллиптика, насмотревшись на мои охи, вздохи, наслушавшись моих хвалебных от орхидеям, тоже решила меня отдарить цветением. Ну, я как увидела, говорю, боже, роднюлька, ты тоже решила меня побаловать. Ну, спасибо, дорогая. У нее такие тоже шары прям. Ну, пока я вроде как один цветоносик у нее нашла. Я не нашла, я наткнулась на него случайно, думаю, что там такое. А это она вот тут на северном окошке, ей хорошо живется. Она не просыхает быстро, как на юге. Красивые такие, более темные листики растит. Мне нравится, как она здесь растет. Это я тут ее пытаюсь вот так накрутить. Она не сильно и поддается. Но я говорю, родная, надо же не на потолок лезть, а надо как-то ж упорядочить твое желание льться. В общем, вот так вот. Скрепка тоже прекрасна. Ой, девочки, там у Оли распродажа по этим. И по экзотам опять. Вот эти экзоты, что были, некоторых уже нету, раскупили. Кто-то еще есть. И, в общем-то, ярмарка, вы все знаете, кто к Оли заходят. И я, знаете, я не удержалась. Мне вот там дендробиум один понадобился. Вот прям вот, понимаете, мало мне фармари, мало мне вот нобели. Мне надо еще. У меня же еще тут вот малышня. Вот это вот. Наконец-то тронулся в рост мой тронтуани. Трантуани. Трантуани. Тоже дендробиум. Тогда же я Оли получила малышню вот в качестве одного кустика, а он разлетелся на три. Но вот тут еще пока нет никого бульбочки. Один совсем один. А вот на двух, вот на этом и на... Они так медленно растут. Так медленно растут. Вот, видите, вон там малышок появился. Ну, может, за лето что-то вырастет. Я только что их побрызгала. В общем, мало мне. Мне надо еще один дендробиум. Он типа вот этого такая... Такие шпалки высокие, но он такими желтыми классными цветами цветет. На него хорошая скидка. О, забыла! Я его должна сейчас спалить. Сейчас, девочки, заканчиваю с вами диалог и иду. Посмотрите, что у меня творит Стефанотис. Посмотрите на эту Стефанию. Уже все, легкий. Только я его поливала буквально позавчера. Как сумасшедший. Вот, а, и с этой стороны. Боже, и с этой стороны. О, смотрите, какие бутоны. В общем, скоро у меня здесь будет такой аромат жасмина. Это ж мадагаскарский жасмин. Смотрите, как он у меня разросся. Я буду просить мужа. Опять кусок проволоки. У меня, вы смотрите, вот один виток. Вот, вот это вот я навела. Потом сверху второй виток. И вижу, он здесь разбудил почки. Вот и вот. И опять, и не только, там где-то я еще видела. И он опять будет расти. И вот его лоза. Вот она. Капец. Мощные в этот раз цветы. Я его не жалею, кормлю и поливаю. Сейчас прям возьму, пойду. Разбавлю какого-то. У меня есть старое удобрение, уже просроченное. Девочки, когда-то давно покупала. Как-то он называется? Рост концентрат, по-моему. Оно какое-то такое коричневое удобрение. Я его покупала для цитрусовых, по-моему. Но оно там не для цитрусовых. Так, а ну а что это за ветка? Куда она пошла? А ну, а ну. Недорогая. Тебе надо зацепить вот сюда. Ты пошла, выбилась из строя. Надо будет прицепить. В общем, этот рост концентрата у меня есть в двух видах. С повышенным содержанием азота и с повышенным содержанием фосфора и калия. В общем, я на него смотрю, как бы орхидеи отдавать его боюсь. А этот кушает его аж за обе щеки, так скажем. Вот сейчас капну и пролью его хорошенько. Я прям вот сюда наливаю. Вот одну мисочку, вторую. Вот прям вот так вот. Он вух, подтягивает и все. Ну, посмотрите на эти бутоны, а. Вообще. Представляете, какие будут огромные цветы. Класс. Вообще, девочки, скоро будем с мужем вечером лежать и говорить, Боже мой, это кто так ароматит? Потому что он, когда начинает здесь ароматить, прямо вообще. А утром я просыпаюсь от того, что аромат из лоджи идет. Лоджи открыт у меня и зимой. Вот отсюда, от Нобеля. И у Нобеля такая красивая, смачная идет бульба. Вообще, посмотрите на эти листья. Обалденно. Так все, девочки, заканчиваю. На этом же кадре, на котором начинала. На этих красотулях. Это просто, я не знаю, какая-то, ты же не знаешь, что это за орхидея. Никто ее не узнает. У нее такой интересный, кстати, язычок. Губка такая. Ну, явно какая-то такая давнишняя, давнишняя селекция. Ну, красивая, мне нравится. Такая вот, она аккуратно так выложила цветочки. Они не крупные, но они настолько симпатичные. Прям. Она, когда открыла вот эти первые два бутона, я думала, боже, что оно такое. Теперь я прям ей радуюсь. Вообще. Вот они все хороши. В любом размере, в любом сочетании. Красота. Этого тоже люблю. Все, друзья мои. Тут у меня немножко заросли. Растут хорошо мои аллоказии. Пошли корень ци. Если кто-то хочет, вот это могу предложить детку. Девочки, аллоказию. Кто хочет. Вот я и тут ее посадила. Она сначала корни мне не показывала. Теперь вот такие корняки. Вот ту себе оставляю большую. Это от нее. Вот эту себе оставляю. Большую, большую. Вот такие листья большие вырастут. Печется на солнце. Вон стоит. Смотрите. Нормально все. Жду. Вот скоро уже будет лист изнутри. Тут вообще корняки. И так хорошо, удачно посадила в эти стаканы. Потому что добавила серамис. И вот смотрю. Ага. Оранжевый. Поливать еще не надо. Очень удобно. Когда серамис добавляешь. Вот. Видно, что ей хорошо. Ей влажненько. И не зальешь. И не перельешь. Ничего не льется. Закрытая система. Но нормально. Хорошо. Малый шарик. Так, девочки. Обрезала свою хою. Помните, вам жаловалась. Это триколор. Обрезала ей ту зелень. Вот она тут разбудила усик. Не знаю, как пойдет. Ну вот. Химера. Химера. Потому что не хочет все листья давать сваригатность. Так. Я, наверное, сегодня никак. Я, как начинаю снимать видео. Мне хочется вам все рассказать, как подружкам. Все рассказать. Обо всем показать. Ринхи мои растут. Вот один. Второй. Третий. Четвертый. Загрустил. Это подарок мне был. И что-то ему не нравилось. Я его... Он даже листья у меня, знаете, как-то так морщинил. Не хватало ему влаги. И я его вот так в стакан посадила с корой и санхом. Он сразу гоп и листик выдал новый. Вообще молодец. И там он у меня пятый сидит, который из новоприбывших. Сегодня его брызгало. Он у меня пока присматривается. Он такой вот. Это тот, который бордо. Ну что-то вот я смотрю на этот корешок. Надеюсь, что он его выпустит. Но он пока после дороги. Он адаптируется. Он такой еще. Не очень веселый. Так что вот так. Девочки подрастают. Хоечки. Вот еще три хоечки подрастают. Уже ждут. Это публикали с Сильвер Пинк. Ждут своих мамочек. Звоните. Дешевые хоечки. Комплимент от автора канала будет для вас. За шоколадку. Ну что, было жалко выбрасывать. Такие хорошие. Вот это смотрите какая. Две точки роста. Вообще. Смотрите. Какие листики уже. Пока выпущу видео. Уже он корней. Уже будут хорошие кустики. Смотрите какие. Видите, вот русики какие. Красавчики. Красавчики. Вот это вот три публикали. У меня три публикали. Сильвер Пинк. Здесь тоже где-то я корни видела на этом кустике. Но этот не так быстро развивается. Не вижу точки роста. Ну скоро будет. Такие красоты. И у меня еще есть исходечек. Вот такая вот малышня. Недавно посажена. Смотрите. Вот помните, я вам говорила, что я куртиси обрезаю. Вот у меня три веточки куртиси. Три горшочка. Кто захочет из вас, куртиски. Такие вот классные. Они потом с одной веточки. У меня хорошая веточка. Много узлов. Они наращивают такие пушистые кустики. Вообще замечательные. Видите? Пиковые дамы я их называю. Такие вот. Маленькие такие листики. Такая беспроблемная хуя. Поливай да люби. Красота. И вот у меня, девочки, две лакуноски. Я сразу все посадила. Я положила сеточки под низ. И для того, чтобы не просыпалась. И чтобы корни не лезли, не просыпался грудь. Это эскимо сильвер. Лакуно за эскимо сильвер. Очень красиво цветет. Ароматно пахнет. У меня прямо цветет. Вообще с первого года жизни у меня цветет. Из двух листиков я вырастила. Такая красота. Красивые. Все, девочки. В общем, кто хочет, Аня Ярощук, я на фейсбуке. Добавляйтесь в друзья. Пишите. Я вам обязательно перешлю эту красоту. В общем, хорошего, красивого должно быть у нас много. Мы же девочки, любящие цветочки.